Я сократила время на чтение научных статей в 4 раза, и сейчас покажу, как это сделать вам. Всех приветствую на канале. Здесь я говорю об аналитике, искусственном интеллекте и науке в медицине. Коротко обо мне для тех, кто со мной не знаком. Я Екатерина Тау, аналитик данных и научный редактор в медицинском журнале. Я опубликовала больше 50 статей и знаю процесс исследовательской работы изнутри. Сегодня покажу, как подключить нейросети к Зотера, чтобы они сами читали статьи. Если вы хотите писать статьи в несколько раз быстрее и меньше тонуть в PDF, оставайтесь до конца видео и подпишитесь на канал. В предыдущем видео я показала, как установить Зотера и с помощью нейросети расширить список литературы. В этом видео пойдем дальше. Научим Зотера резюмировать статьи. Я покажу три варианта работы с ИИ, включая полностью бесплатные, и сравню их по удобству. Начнем с самого простого решения – дипсик. Все, что вам нужно сделать – зайти на сайт, загрузить PDF вашей статьи и задать любой вопрос. Модель резюмирует статью и на все вопросы отвечает довольно корректно. Основной плюс в том, что это абсолютно бесплатно и без VPN. Минус в том, что все файлы нужно загружать вручную и нет единой библиотеки. То есть вы прочитали статью, и через неделю ее придется искать в диалогах дипсик. Поэтому, если вам важна скорость и порядок в статьях, я покажу, как сделать процесс еще удобнее. Теперь сделаем работу комфортнее. Существует два плагина, которые интегрируются с Зотера – PaperGPT и Ask.io.pdf. Они работают прямо внутри Зотера и позволяют общаться с нейросетью, не выходя из программы. Установка простая. Скачиваем оба инструмента с официальных сайтов. Заходим в Зотера, нажимаем «Инструменты», «Плагины», «Установить из файла», выбираем «Скачанные файлы» и на этом готово. После этого можно прямо в Зотера задать вопрос и по вашей статье. Это экономит время, и все статьи и все диалоги по ним будут храниться в одном месте. Давайте начнем с Ask.io.pdf. Это как отдельное приложение внутри Зотера. Вы выбираете статью, и сразу видим приветствие от нейронки. Можно выбрать готовый вопрос, и модель ответит на английском. Либо задать свой вопрос на русском языке и получить русскоязычный ответ. Ask.io.pdf использует GPT-4O Mini и резюмирует хорошо. Читает только английские статьи, хотя отвечает на двух языках. На бесплатном тарифе можно анализировать по одной статье в день. Этого, в принципе, хватает для аспирантской работы. Другие модели доступны только по подписке. Самое удобное то, что все ваши диалоги сохраняются внутри Зотера, то есть вы всегда можете вернуться, перечитать ответы и продолжить анализ статьи. Отлично подходит для регулярной работы с небольшими объемами статей. Второй плагин – PaperGPT. Он чуть сложнее, но дает больше гибкости. Принцип работы такой. Вы подключаете нейросеть через API-ключ. Не пугайтесь, это всего три буквы, которые вам не обязательно понимать. Для примера я покажу, как получить API-дипсик. Регистрируйтесь на дипсик-платформ. Пополняете баланс. Двух долларов хватит на десятки статей. Дальше нажимаете на API-ключ. Копируйте ключ с сайта модели. И вставляете его в PaperGPT. Здесь можно использовать любую другую нейросеть. Бесплатный полный доступ к самому приложению дают на 7 дней. А дальше платная подписка. Плюс этого приложения в том, что вы можете использовать любую нейросеть даже для узких научных задач. Например, когда GPT дает слишком общие ответы. Теперь давайте сравним все три варианта. По качеству резюме статьи они дают примерно одинаковый результат. И базово не требуют VPN. Главное отличие – удобство. Дипсик полностью бесплатный, но нужно вручную загружать статьи и нет единой коллекции. ASCIO PDF – оптимальное решение с сохранением всех диалогов. Бесплатно можно анализировать одну статью в день. PaperGPT дает максимум гибкости и поддержку любых нейронок. Есть 7 дней бесплатного теста, потом подписка. Поэтому логика такая. Хотите сэкономить и готовы терпеть ручную загрузку – берите Дипсик. Нужна удобная библиотека и аккуратность – начните со ASCIO PDF. А если вам нужна гибкость и серьезные инструменты для сложных исследований – попробуйте PaperGPT. В этом видео я показала, как к Зотера подключить нейросеть для резюмирования статей. Если вы пропустили первое видео про настройку Зотера и расширение списка литературы, обязательно смотрите по ссылке. С вами была Екатерина Тау. Подписывайтесь на канал, если хотите писать статьи быстрее и качественнее. Субтитры создавал DimaTorzok Зотерпет Продолжение следует...